Привет, любители футбола! С вами Платон. И сегодня мы поговорим о трех новостях футбола. Ну что ж, погнали! Первая новость. FIFA намерена изменить правила игры в футбол. The Times. Изменения касаются определения положения вне игры. Международная федерация футбола FIFA планирует изменить принцип определения оффсайда. Положение вне игры. Как вам удобно? Кому вне игры, кому в оффсайд? В пользу атаки. Об этом сообщается The Times. Новым правилом предлагается фиксировать положение вне игры, если отокущий игрок в момент передачи приезжает ближайшим воротом защитника, всем корпусом. Сейчас же оффсайд фиксируется, если нападающий опережает защитника всего одной частью тела, которой можно забить гол. Вот тут будет... Сейчас я вам покажу фотографию, как будет определиться оффсайд. Смотрите. Защитник. В синий защитник, видите, на красной зоне которой. Ну и вот эта красная зона, где находится именно нападающий, там есть оффсайд. Если нападающий не пересек эту красную зону, ну не стал на нее, тогда оффсайда не было, и можно продолжать дальше игру. Вот, красные игроки не в оффсайде, все хорошо. Если игрок, который с мячом, даст игроку, который в красной зоне, автоматически поступится оффсайд. Раньше было за пятку, там не было оффсайда. По старым правилам, если бы мы играли по старым правилам, тогда бы игрок не был бы в оффсайде. А сейчас он в оффсайде, в красной зоне, в пользу защитника. Ну что, погнали к следующей новости. Геремчук говорит, что на месте России могла быть и Польша, или другая сборная. Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского агента Роман Геремчук высказался о скандале вокруг своего высказывания о сборной России после победы Украины над Португалией. Футболист заверил, что он ни в коем случае не хотел обидеть кого-то из россиян или их футболистов. Я хотел намехнуть украинцам, если мы обыграли Португалию, надо к этой победе спокойно относиться и двигаться дальше. Первый для этого примера мне пришла в голову Россия. Ведь она обыграла Кипр, Шотландию и после этого были разговоры, мол, они собираются выигрывать чемпионат Европы, сказал Черчесов в интервью Рейд. Это не я придумал. На месте России могла быть Польша или другая сборная. Я не хотел разогревать конфликты или делать пиар. Отземетил Роман. Так, ну, я думаю, Яремчук объяснил этим интервью, что он не хотел обижать Россию и просто представил факт. Погнали к следующей новости. Видео фанаты Шахтера призвали гол Степаненко лучшим в году. Я вам... Вот тут появится фотка BattleGolf 2019. И там Степаненко из-за BEST GOLD 2014. Прома 3 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок В финале мяч 30-летнего украинского полузащитника Тараса Степаненко в поединке 1-8 финала Кубка Украины «Динамо Шахтер» 2-1. В 2019 году он был забит в компенсированные минуты и перевел игру в дополнительное время. В финале голосования оказались эффективные голы Джуниора Маджайса и Тараса Степаненко. В матчах с Киевским «Динамо» на пути к финалу гол Степаненко с отрывом превзошел точные удары Марлеса. Николая Матвиенко, Монора Соломона и многих других. За мяч Степаненко проголосовало целых 789 корреспондентов. За гол Марайса 409. Так же я вам покажу его гол и, конечно, вывеску. The best goal в 2019 от Тарас Степаненко. Я думаю, ну это не самый лучший матч. Блин, Шахтера против «Динамо». Я его смотрел тоже. Я, блин, плакал, когда я забил Тарас Степаненко этот гол. Ну, потом, блин, как можно было пропустить оборудование, я просто не знаю. Ух, 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 ух. Ну, я помню, мы проигрывали заре по моему сочетам. Сочетам, 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 сочетам. Сейчас я сразу же скажу. Вот, на 12-й минуте нам забили. Потом забил Гардианка сейчас стал 2-0. Это был второй танк, 51-я минута. Ну, потом, вторая. На 70-й минуте забил гол. Счет стал 2-1. Мы уже поверим в себя. И, в общем, 90-я минута. Последняя атака. Угловой удар. Подает. По-моему, Алан Патрик подает. И Феррейра прямо головой дает. И мы такие, да! Какие эмоции были. Дальше, на 99-й минуте забил Коваленко. Счет стал 2-3. А потом забил Хартин. Это Идзари. Счет стал 3-3. И потом, на 116-й минуте Бланка-Лисюк. И все. И мы выигрываем. Блин, там такие эмоции были. Вы, блин, не представляете. Мы так радовались. Ну, давайте будем прощаться. С вами был Платон. С вами был Платон. Вы на канале 2 Умника. Ставьте лайки. Ну, если не понравилось, ставьте дизлайки. И также подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые трансферы, новые новости и новые обзоры на футбольные штуки. Всем пока-пока.